Когда святые ходят по Враджу, они видят Врадж не так, как видим большинство из нас. Они видят здесь лилы Кришны. Для них это как одно сплошное, хоть не хочется сказать кино, это на самом деле, не кино, это реальность. Они видят духовную реальность, поэтому они останавливаются в этом месте. Нам может показаться, какая разница в этом месте или в том. Тут озеро, здесь озеро. Поплавать можно, в принципе одинаково, но огромная разница есть. Просто в каждом месте они видят какую-то особую лилу Кришны, на которую они медитируют. Поэтому они путешествуют, они останавливаются в этих местах. Здесь особая атмосфера. Я вот не чувствую сильно там атмосферы. Я не знаю, может вы чувствуете, что здесь вот как-то попрохладнее, там пожарче, атмосфера разная. Поэтому здесь, конечно, под этим деревом она лучше. Здесь особая атмосфера, прохладная. А там не очень. Но они чувствуют эту атмосферу, поэтому и в разных местах поселяются, медитируют. И мы тоже приходим в эти места для того, чтобы медитировать. Но вот то, чем мы сейчас занимаемся, называется медитация. Так-то можно было бы просто сесть и помедитировать на лилы Кришны. Но как-то не медитируется. Поэтому у нас медитация заключается в том, что мы собираемся и коллективно медитируем. То есть выбираем кого-то, кто будет рассказывать, и все остальные на это медитируют, на этот рассказ, на эти истории, которые здесь происходили, на мысли, на какой-то вот татву, о которой мы говорим. Вот то есть у нас совместная медитация. Так просто пришли, вот что вот, ну посмотрели, здорово, и пошли куда-то в другое место. Ну надо помедитировать. И вот эти вот наши беседы, это вот, это и есть наша совместная медитация. И когда я думал над тем, на что здесь можно помедитировать, то первое, что мне пришло в колобу, это стих из Шичитани Чиритавриты, знаменитый. Много раз мы его уже цитировали. Тем не менее, это очень хороший стих для медитации. Очень актуальный для нас, для нашего бажана, для нашего духовного продвижения. Прочитание Чиритавриты, Мадья Лилы, 22 глава, 83 текст. Кришна-бхакти-джан-мамула-хая-садху-санга. Кришна-према-джанны-тенка-пунах-мукья-анга. Садху-санга, общение со святыми людьми, является тем, что питает корень, то есть это корень преданного служения. Корень преданного служения. То, с чего все начинается. Вот, был человек непреданным, встретился садху, и с этого момента, неожиданно для себя, он становится на путь, который ведет его к совершенству, в духовный мир Кришны. Вот, с чего начинается. То есть, вот так вот, если не встретится садху, никогда в жизни никто из этого мира не уйдет. Даже хотеть не будут уходить из этого мира. И когда человек достигает совершенства, он встречается с Кришной, открывается его отношение с Кришной, тем не менее, садху-санга продолжает быть главной ангой, главным способом, видом преданного служения. Почему я вспомнил этот стих здесь? Потому что Нарада Муни, как раз вот пример олицетворении этого стиха, вот у него все так и было. Вот все так и было. Я хочу как раз это, об этом поговорить. И обратили внимание, что у нас каждый день мы приглашаем учеников Шилу Краупады, возвышенных вайшнавов, не только учеников Шилу Краупады, преданных, у которых есть чем поделиться. И после лекции, обратили внимание, меняется как-то ощущение, восприятие меняется. Да, вот так кажется, слова-то, мы все одни и те же слова повторяем. Что надо повторять Харе Кришна, что мы слуги Кришны, все, вот все это можно, мы и сами это знаем. Ну вот интересный такой вот эффект, вроде бы те же самые слова слышишь, да? Ну раз, и как-то вот по-другому начинаешь, вот как-то по-другому начинаешь воспринимать. Почему так? Потому что преданный поделился своим сознанием Кришны. И сколько бы мы ни пытались, да, человек может быть ни одну жизнь практикует в сознании Кришны. И вот теперь, когда он говорит о сознании Кришны, о преданности, вот весь свой опыт многих жизней, он открывает, делится. Он говорит, посмотрите на Кришну с этой стороны. И вот мы вообще непонятно, кто, где, пришли, чем мы тут вот как-то подоехали, да? И тут нам, знаете, вот щелочку так приоткрывают, говорит, смотрите, какой Кришна. И у нас такой, вот это да. И у меня такой очень красивый, такой красивый пример. Пчелы, видели тут, пчелы летают, пчелы. Пчел не видели, да? Татайе видели, пчел не видели. Но пчелы тут тоже есть, вот, летают пчелы, и они, значит, собирают нектар, нектар пыльцу, пыльцу. Это одно и то же, нектар пыльца, вот, собирает эти пыльцу по чуть-чуть, по крупицам, и потом они слетаются в улей. Хотел сказать, в гостиницу Гопалдхан. Они слетаются в улей, вот, слетаются в улей, и вот это вот пыльцо они начинают в соты запихивать, запихивать. Они как-то перерабатывают, да, запихивают в эти соты. И каждый цветок, который они собирают, да, в пыльцу, он там какой-то свой аромат имеет, правильно? И когда они собирают эту пыльцу со всех, со всех этих цветов вместе, то появляется мед. И так, почему от такого вкуса мед? Потому что там, как бы, совокупность всех вкусов, которые были собраны со всех этих цветов. Правильно? И вообще, в общем, от Бхагаватам 11.9.31 говорится, Хотя абсолют один и только один, мудрецы описывают его по-разному. Поэтому невозможно получить прочное, исчерпывающее знание только от одного духовного учителя. Ну, сразу, забегая вперед, скажу, что комментирую этот стих, Вишина Чакраварти и другие ачарии предостерегают нас. Это не означает, что теперь нужно, знаете, вот пойти и учиться у всех. Вот такая модная тема, позиция ученика. Слышали, да, про позицию ученика? Нужно быть в позиции ученика и учиться у всех. Нет, это не про это. Не про это. Конечно же, это не про это. И там доказывается, объясняется, цитируется, что должен быть один духовный учитель. Дикши Гуру один. Человек, через которого мы получаем правильную самбанку, правильную апхидею и правильную цель. Он один. Он один. Но просто, когда мы четко понимаем, куда нам надо идти, вот у нас есть лечащий врач, то для того, чтобы это знание, которое дает нам духовный учитель, оно стало еще более объемным и таким многогранным, для этого нужно учиться тому, чему учит нас духовный учитель, отовсюду. Да, вот говорит духовный учитель, мы вечные слуги Кришны. И мы встречаем человека здесь, во Бриндаване, который говорит, мы вечные слуги Кришны. И так он это говорит, да, что у нас становится чуть понятнее. Он не учит нас чему-то другому, правильно? Он учит, учимся мы тому, что говорит нам через него дикший гуру. Но просто это же его опыт, да, как с этими пчелами, да. Каждый, каждый какую-то грань подчеркивает, о которой говорит духовный учитель. И в итоге наш объем, наше понимание того, что говорит нам дикший гуру, оно становится глубже и больше. Вот о чем идет речь. Чтобы мед появился, нужно пыльцо отовсюду, отовсюду и забивать их в соты. Соты, образно выражаясь, это наставление духовного учителя, правильно? То есть мы не просто сделаем что-то новое. Есть духовный учитель, дикший гуру, который проверенный, который понятный, который все нормально. Мы вот в его наставление, в его вот эту вот соту, которую он нам дал, собираем эту пыльцу, которую мы берем отовсюду. У других учимся, у других тому, что учит духовный учитель. Вот, и еще такой, знаете, пример. Да, и, соответственно, вот мы, к нам приходят ващнавы, у которых есть поделиться этой пыльцой. И это объем увеличивается. В принципе, это главное, зачем мы приезжаем сюда. Это главное. Вот тут вот иногда возникает, вот туда еще надо сходить. Да, дайте, такой даже, такой слоган появился. Не важно куда, важно с кем. Потому что, ну что мы туда поедем, с кем мы туда поедем. Вот, если мы поедем даже куда-то в поле, но с кем, с кем надо, то это поле, оно рассветет, да, сознанием Кришны для нас. И еще один пример. Сейчас я расскажу про это место, вы поймете, как это связано с Нарадамуни, но еще один пример хотел вам привести. Бывает так, что, ну, такой пример, чтобы было понятно. Вот у человека появилось такое чисто искреннее желание заработать денег. Ну, у него две копейки, у него есть две индийские копейки. Вот, и он хочет, чтобы их стало в сто раз больше. Вот, что он начинает делать для того, чтобы эти деньги у него увеличились? Он начинает искать тех, у кого много денег, правильно? И тут выясняется, что много людей, у которых много денег. Вот, он очень так уважительно к ним относится, говорит, о, вы так богаты, а как мне разбогатеть? Подходит он к одному. И этот человек говорит, так, просто берешь, покупаешь лотерею и выигрываешь, сколько тебе нужно. Подходишь к другому человеку, говорит, ну, заработать это, ну, несложно. Просто надо купить 10 квартир, 10 квартир купить, и потом, когда вот после Нового года цены подскачут, ты их продаешь, и вот с каждой квартиры по 100 тысяч долларов. Получается миллион. Вот очень легкая, простая схема. Вот, как будто у меня есть деньги, чтобы купить 10 квартир. Кто-то говорит из них, знаешь, самое главное, самое главное, не думай о деньгах. Потому что, когда ты думаешь о деньгах, это тебя ограничивает. И это и поэтому, ну, тебе вот как бы не идет, ты не в потоке находишься. Вот главное, не думай о деньгах, и оно вот все пойдет. Ну, как я не буду думать о деньгах, если мне поесть нечего? Я помню, как-то мы распространяли книги в 90-е годы, и там был такой вот приказ, ну, вот сколько продадите, столько и поедите. И вот очень сложно было не думать о еде, когда ты понимаешь, если человек деньги тебе не даст, то ты останешься без еды. Как об этом во время проповеди не думать, я вот так и не понял. Поэтому ему хорошо говорить, у него куча денег, он может о них не думать и проявлять творчество. А как мне, у которого две копейки, не думать о том, что мне нужны деньги? А третий говорит, деньги это вообще, знаешь, грязь вообще. Это грязь. Надо вот так вот к ним вот относиться. И вот я стою с этими двумя копейками, и они все с деньгами, правильно? Ну, они, они не, они, ну, у них есть, очевидно. Но я не понимаю, как мне стать таким, как они. И при том, они очень странные вещи, порой говорят. Они не понимают, некоторые из них не понимают, откуда у них деньги-то появились. И точно так же мы встречаем садху здесь, ну, садху, жители Дриндавана, да. У них есть, они говорят, ну что, значит, знаешь, просто надо любить Кришну. Понимаешь, любить Его надо. И как мне Его любить? Ну, вот, ну, как вот, Биту Малик, знаете, Биту Малик? Он как-то, я видел, давал уроки по пению. Гасвари Махараджа. Вот. И он говорит, ну вот, знаете, вот так вот надо. И как вот начал вот там вот эти мелизмы вот эти вот выводить? Говорит, ну вот так, вот так надо, вот так. Харе Кришна. Ну, как ты не понимаешь, ну вот просто вот так раз. И вот мы стоим вот перед этими святыми, которые тут летают, ползают, ходят, вот, покуривают что-то. Дергают нас там за Атхоти, за Сари. И вот ты вот понимаешь, ну вот, а мне-то как? Ну, говорит, ну, Кришна, наш односельчанин, просто вот надо Его любить. И покуривают. И вот это для нас не вариант преданный. Мы даже не понимаем, чему у них учиться-то. Вот это уже они родились с этим. И много еще чего-то там еще странного. И как вот это странно от настоящего отделить. Поэтому нам нужен проверенный. Проверенный Махабхагавата. Это Шинопрабхупана. Поэтому соты он уже создал. Соты есть. И он даже объяснил, вот откуда, вот что вам надо делать, что-то из двух копеек стало 20, 2000, 2 миллиона, 2 миллиарда. Понимаете, соты уже есть. И вот технология нам дана, садхана нам дана. И, соответственно, вот там, когда мы с кем-то встречаемся, надо понять, мы вдохновляемся, но делаем то, что говорит нам Шинопрабхупана. И вдохновляемся от них на то, что говорит нам Шинопрабхупана. Мы не меняем садхану, которую дает нам Шинопрабхупана. Вот это, я думаю, это очень важный момент для всех нас. Потому что сейчас очень большое разнообразие всего. Мы можем запутаться. И спрашивают этих богатых людей, которые непонятно как разбогатели. А как нам? Говорят, ну вот понимаешь, надо просто любить Кришну. И вот что с этим делают? Непонятно. И вот Нарадамуни, Нарадамуни, немножечко про Нарадамуни. Нарадамуни в этом месте, этот лес называется Нарадаван. Соответственно, лес Нарады, здесь его Нарада Кунда, вот здесь храм, в котором находится Нарада. И в этом храме, в этом храме, в этом месте он медитирует на Аштакалия Ливу, на игры Радхи и Кришны в течение суток. Там свои переходы, свои расы, свои вкусы, которые за эти восемь периодов времени происходят. И вот Нарадамуни здесь, на этой медитирует. Мы помним, что Нарадамуни в Шимадбхагаватам его описывают, как пример человека, который под помощью саданы достиг совершенства. Для нас это актуально. Нарадамуни в своей прошлой жизни, он описывает это подробно своему ученику Ясадере. Он описывает ему, как в прошлой жизни он был сыном простой служанки. Конечно же, мы знаем, это в Бхагаватам не написано, но мы знаем из других источников, что позапрошлую жизнь Нарадамуни так же был связан с сознанием Кришны. Так же был связан, там были нюансы, из-за которых он появился как сын служанки. Без образования, без какого-то положения, просто маленький мальчик, который как-то вот был с мамой, она о нем заботилась, там как-то она прибиралась вашими каком-то. Вот он был вот таким простым мальчиком. И хотя, конечно, у него были бхакти-самскары, несомненно, но даже с этими бхакти-самскарами у него не было никаких шансов на то, чтобы пойти дальше. Понимаете, вот у нас у каждого есть какое-то сознание Кришны. Есть у вас какое-то сознание Кришны? Или нет? Ну, не какое-то есть, иначе вы здесь бы не были. И вот кажется, ну я делаю уже все, что, ну вот куда ж еще, вот я тут босиком хожу вокруг Гавардхана. Это что, это верх вообще, это верх аскез каких-то. Расскажите там где-нибудь у себя, что вы босиком тут по улице ходите. Скажут, ну вот это аскезы. Но когда вы видите человека, который ходит вокруг Гавардхана всю жизнь босиком, по два раза, по два с половиной раза обходит Гавардхан, мы сейчас будем обходить Гавардхан, ну кто-то один раз уже обошел, но после этого надо только спать, отдыхать как-то. Я сегодня сделал что-то важное такое. Они каждый день по два с половиной раза обходят некоторые. По три раза обходят. То есть я просто общался с тем, кто два с половиной. Я на него вот так вот смотрел, думал, господи, вообще. И он запросто так об этом говорит. Смиренный человек кушает там три чапати в день. Вот и всю дорогу просто ходит и повторяет Харе Кришна мантру. Меня очень впечатлило. Вот когда ты видишь у того, у кого есть больше, чем у тебя, то естественно у нас что появляется? Перспективы. То есть пока мы не встретимся с тем, у кого есть больше, у нас есть потолок, дальше которого мы не прыгнем. Мы можем только с этого потолка смотреть на других и говорить, о, так вы вообще в обуви ходите. А мы тут босиком. Какой молодец. До тех пор, пока ты не увидишь, что кто-то ходит по три раза вокруг Гавардхана, тогда сразу понимаешь, да, да, мне надо идти вперед. Поэтому здорово, только по милости вайшнавов у человека может появиться перспектива, что такое сознание Кришны. И Нарадамуни, будучи сыном служанки, значит, жил простой такой жизнью. Хотя у него были какие-то бахти-самскары, несомненно. И признаком того, что у него эти самскары были, это то, что он проявлял вот такое спокойствие, интерес, да, когда пришли эти бахти-беданты. Это все очень хорошие признаки. Шеду Прабхупада, конечно, акцент в этой истории про Нарадамуни делает на том, что он был просто маленьким, необразованным мальчиком. Вот как бы на это делает акцент. И вот пришли бахти-беданты, которые 4 месяца жили в этом месте. И Нарадамуни, будущий Нарадамуни, этот мальчик, он, ну, ему было интересно. Знаете, когда вот приехали незнакомцы, вот, интересно, что они там рассказывают. И чем занимались эти бахти-беданты? Они давали лекции по шримад-багаватам. И он, значит, садился и внимательно их слушал. Как-то вот у него была эта усидчивость, он мог как-то долго сидеть. Как у нас тут тоже есть мальчики, которые могут долго сидеть на лекциях. Я поражаюсь, как у них это получается. И вот он долго сидел на лекциях, и в какой-то момент там говорится, что он принял просад, который оставили бахти-беданты с их разрешениями. И это буквально означает, не то, что вот он поел, это понятно, но идея такая, что он принял их как своих учителей. Он принял их как своих духовных учителей. В этом идее того, что он принял у них просад. И с этого момента у него проснулась сильная жажда к тому, чтобы слушать о Кришне. И так это продолжалось каждый день. Он слушал, слушал, слушал. Его жажда, его интерес к сознанию Кришны увеличивался, увеличивался. И в какой-то момент, когда бахти-беданты уже отправлялись дальше в свое путешествие, бахти, живущие в их сердце, гнала их дальше, раздавать милость другим живым существам, они открыли ему самое сокровенное знание. Открыли ему, и после этого они исчезли. И Нарада Муни, получив это вдохновение, остался дома, но Кришна так устроил, что единственное, что держала его в этом месте, его мама, она была ужалена змеей времени, как говорится. И он немножечко погоревал, воспринял это как милость и отправился, ясно дело, на север. Куда же еще идти? Вот в Индии, если куда, так сразу на север, в Гималайи. Потому что Гималайя автоматически означает отречение. Вот сейчас мы были в Гималаях, это на контрасте прям видно. Чем выше в горы, тем больше отречение. Он отправился в Гималайи в какой-то момент, когда он нашел уделенное место, он занялся медитацией, так как его научили в Активиданте. И в этот момент он сделал все правильно, и в этот момент Господь на мгновение появился перед ним. И только для того, как нам вчера, вчера, позавчера, Джая Джаганат Прабу объяснял, только для того, чтобы усилить в нем желание приложить еще больше усилий, чтобы заниматься служением Кришны. Мне очень понравилась вот эта мысль, что если Кришна не спрячется, мы же будем думать, что у нас-то все нормально. Представляете, да? Вот у нас, если бы был экстаз постоянный, то это значит, что у меня все хорошо. А у нас же проблемы. Проблемы с тем, что не умеем служить. Эгоизм, да, вот это вот какое-то пренебрежение окружающими. Но экстаз доказывал бы, что у нас все нормально. И когда вдруг Кришна не проявляется, сразу начинает человек думать, значит, что-то не так. И тут два варианта. Не так что-то во мне, или не так что-то в них, в Кришне. Поэтому тут два варианта развития событий. И вот Нарада Муни правильно сделал вывод, что что-то не так во мне. И голос Кришны сказал ему, Кришна сказал ему, да, в этой жизни ты меня не увидишь, потому что у тебя есть нечистота. Нарада Муни был привязан к гуне благости. Представляете? Вот мне бы его проблемы. Он был привязан к гуне благости. Нравилась ему, знаете, вот как-то вот природа там, место такое вот, чтоб никто не трогал. Вот это ему нравилось. И вот когда он узнал о своей проблеме, у него сразу появилась возможность ее исправить. Потому что невозможно работать с проблемой, пока ты ее не знаешь. И Нарада Муни еще больше, еще больше стал заниматься служением. Он, знаете, не махнул рукой, ну, у нас в этой жизни не получается, не буду я этим заниматься. Нет. У меня проблема. Мне нужно еще больше служить. То есть, если Кришна спрятался, то значит, еще надо больше служить. Значит, надо что-то менять в своей жизни. Что-то нужно менять в своем сердце. И Нарада Муни, в конце концов, занимаясь этой саданой в течение всей этой жизни, он был маленьким мальчиком, прожил долгую жизнь. И всю жизнь он занимался саданой. И он знал, что в этой жизни Даршина больше не будет. Вот. Тем не менее, он занимался этим служением. И когда он оставлял это тело, то это было подобно молнии. Он даже не заметил, что он оставил тело. Это было заодно и уничтожение Вселенной. Поэтому он со всеми живыми существами обошел в тело Маха-Вишну. И когда он в новом цикле творения появился, то он уже был в духовном теле. Но на этом его прогресс не закончился. Нарада Муни получил духовное тело. Ему выдали вину, на которую он постоянно прославляет Господа. И, как говорится, если раньше ему там нужно... Знаете, Господь сказал, я не как ты один раз меня увидел, больше не видишь в этой жизни. То теперь он просто начинает играть на этой вине, и Кришна сразу же появляется. Вишну сразу же появляется перед ним. Вот это вот жизнь. И он путешествует куда хочет, поет постоянно. Полное, полное счастье. Я в Бхагаватам прочитал один стих, где говорится, почему люди, достигшие Брамабуты, освобождение, когда очищение полное, освобождение от материального, почему они... почему им не надоедает медитировать на Кришну? Потому что он постоянно обновляется. Это не какое-то застывшее счастье. Оно постоянно обновляющееся. Теперь понятно, почему они не хотят ничего другого. И вот на Радамуне, значит, постоянно поет, Господь, он может на Вайкунху слетать, здесь побыть. Все аватары, всех он видит, всех он знает, счастливый. Но у него тоже, знаете, осталось удовлетворенное желание. И он, когда преданные собираются вместе, разные преданные, обратили внимание, хотя у нас такая большая группа, но все равно есть группки, в этой большой группе есть группки, с кем есть, ну, как-то вот, с родством какое-то, где можем общаться, что-то вот, открывать сердце. И вот на Радамуне открыл сердце своему другу Садашиве. Господь Садашива, он говорит, я вот, я вот, я вот уже во Вриндаване, я уже видел Кришну, маленького Кришну, который играет вместе со своими друзьями в песках Раман-Реси. Вот я такой вот Даршин уже получил. Но вот я никак не могу получить Даршин, Кришны, который танцует с Гопи. Вот как-то вот у меня не получается никак. Вот проблемы, понимаете? Даже на уровне совершенства есть вот, вот есть вот такой, вот такой, удовлетворенность. И Садашива так вот мудро, мудро так вот покачал голову, говорит, да, просто так это не получится. Нужна особая милость, особая милость. Тебе нужно поселиться во Вриндаване, и тебе нужно молиться в Риндадеве. Как мы знаем, нам объясняли, что в Риндадеве это Лилы Шакти, а в этом Вриндадеве аж таки мы поем, как раз говорится, что на Лилу Шакти также она является проявлением Йога Майи или Пурнамаси в Матхури Раси. То есть Пурнамаси с этими делами романтическими не занимается. Вот ее проявление в этой Раси, в этой Раси это Вриндадеве. И она очень могущественна. Я вот, не знаю, после того, как Гасаи Махарадж так интересно, подробно объяснил Вриндадеве Аштыку, я как-то с особым чанием сейчас склоняюсь в Тулусе, я понял, что это вот, ну не просто как-то вот благоприятно. Помогает от кармы убийство браманов. Поубивали браманов, и сейчас надо как-то обходить кругами, чтобы вот, ну как-то вот, нейтрализовать. Нет, оказывается, вот только через нее можно, она как раз организовывает вот это все, что происходит между Радхой и Кришной и другими их спутниками в Матхури Раси. Только через нее это происходит. Это очень-очень-очень важное знакомство. Очень важно, очень могущественное. И вот Садашива, Господь Садашива смог донести до Нарада Муни, Нарада Муни, вдохновленные, это Садху Санга было, правильно? Они пообщались, но вдохновленные отправляются на Брама Кунду. Брама Кунда, знаете, где находится? Во Вриндаване есть вот этот храм южно-индийский, как это называется? А? Шри Рангам, помните? Шри Рангам, храм Шри Рангам. Такой южно-индийский храм, он выделяется из всех. Ну вот, кто понимает, вот это вот, вот, и там есть Брама Кунда. Брама Кунда, как раз в этом месте господь Брама молитвы свою возносил там, когда украл пастушков, и также в этом месте, там много с этим местом связано. И вот Нарада Муни отправляется на Брама Кунду и начинает поклоняться там, в Вриндадеве, совершать. Он получил мантру, мантра это особая формула сознания, то есть Садашива дал ему эту формулу сознания, в которую нужно войти. То есть сознание, в которое ему нужно войти. Он медитирует на это сознание. Мы тоже повторяем Хари Хришна мантру, это то же сознание, то есть в которое нужно войти. И вот он медитирует на эту мантру, которую ему дали. Он поклоняется Вриндадеве и в какой-то момент на его зов, на его жажду приходит Вриндадеве и он начинает, вот умолять ее, в пыли ее, стоп, кланяться ей, умолять ее, богиня, пожалуйста, позволь мне получить Даршин, позволь мне получить Даршин. Она дает ему садану, она ему говорит, что пожалуйста, отправляйся на Гавандхан, в это место, в это место он отправляется и начинает здесь медитировать, пытаться медитировать на эти лилы, пытаться войти в это настроение. И долгое время, долго-долго это происходит. это не то, что вы знаете, сказал Харе Кришна и все у тебя получилось. Он долго, и в конце концов, Вриндадеве, видя его искреннее желание, но даже если у нас искреннее желание, все равно у нас шансов нет, пока нам, пока нас не окунут, понимаете, не окунут в эту кунду. Поэтому, видя его искреннее желание, Вриндадеве говорит, хорошо, в этом теле тебе невозможно получить этот Даршин, это будет не в тему, понимаете, там рассолило, и приходит мудрец. Очень неудобная будет сцена, рассолило и мудрец. Это вообще несовместимые вещи. Она говорит, пойдем, и она значит отвела его отсюда в Кусум-Саравр. Вот мы сейчас там купались, но я не заметил каких-то сильных трансформаций в наших телах. Как-то оно повлияло, несомненно, но нужно еще, чтобы Вриндадеве, милость Вриндадеве. И она окунает Нарады Муни в Кусум-Саравр, и когда он встает, когда он выходит из этой кунды, он уже в теле Наради, Наради-Гопи. Остается маленькой девочкой, которая идеально подходит для того, чтобы участвовать в этом танце вместе с Кришной. И, значит, Кришна принимает Наради, соответственно, Нарада в этой форме получает даршин Кришны, которого он мечтал увидеть. И после того, как какое-то время все проходило, на Господь Кришна дает Нарде Муни наставление. Тебе нужно написать, написать, поделиться своим опытом, поделиться тем, как тебе все это удалось, чтобы и мы, у которых две копейки, не просто ходили, не знали, а что делать, а что делать нам, что конкретно нужно делать для того, чтобы получить тот же опыт, что получил и ты. Тебе нужно написать Нарада Бхакти Сутры. И Нарада Муни, знаете, у него такой нюанс, его прокляли недавно. Я не помню, кто его проклял, Дакша, по-моему? Дакша его проклял. А Дакша точно, да? Джара проклялся. А, или четвертая песня Джара. Джара еще проклял его. А вот Дакша тоже проклял. То есть его проклинают периодически за проповедь. Если вдруг вас будут проклинать за проповедь, то в принципе это классика. Его прокляли, что он не может находиться в одном месте больше трех дней. И Кришна успокоил его, сказал, что, понимаешь, это же для материального мира было проклятие, а здесь у нас нематериальный мир. Поэтому сколько надо, оставайся и пиши, поделись с людьми опытом, чтобы они тоже могли этот опыт обрести. И, соответственно, Бринда Деви окунает Нараду Муни, Наради, Гопри, окунает его в Касум Саравр, и оттуда он опять проявляется свиной, серьезный мудрец, поселяется здесь, и здесь он пишет Нарада Бакти, сутры, они доступны, с комментариями, на русском языке. У нас сейчас нет возможности их почитать все, но я сегодня с утра их читал, и как раз главное, что мне зацепило, это про то, что надо общаться с Садху. И как раз сам Нарада Муни пример такого общения. То есть он общаясь с Садху получил желание служить, заниматься садханой, достиг совершенства в этом, и даже достигнул совершенства благодаря Садху Санге, Садда Шивы, Бринда Деви, он получил еще больше, то есть там тоже есть совершенство, на уровне совершенства там еще есть опция. Поэтому Садху Санга это всегда возможность посмотреть на Кришну глазами более возвышенных преданных. Представляете? Это всегда так будет. И даже если мы достигли вдруг совершенства, уже находимся в духовном мире. Допустим, такая вещь произошла, тем не менее там они общаются друг с другом. Зачем? Для того, чтобы еще с разных, как сказать, Кришна, как алмаз, разные грани, чтобы еще одну грань Кришны проявить. Как нам рассказывал, кто нам рассказывал про шарьи, про попугаю? А Чинти Кришны Прабыл? Патри Прабыл. Вот они сколько раз видели эти отпечатки стоп Кришны, правильно? Но он говорит, это особые отпечатки. А ну-ка, ну-ка, что там, в чем там особость? И вот это Садху Санга. Он смотрит, один смотрит в глаза ему другого и замечает то, что сам не замечал. И в итоге его привязанность только увеличивается. Поэтому этот принцип Садху Санги он так важен и всегда он будет важен. Если вдруг нам как-то печально, что-то как-то сухо, скучно, это значит, что мы просто перестали видеть. Но это не значит, что Кришна исчез, это не значит, что сознание Кришны стало каким-то неинтересным, что это скучно. Это не так. Просто посмотрите глазами того, кто видит сознание Кришны по-другому. И вы увидите и вы почувствуете так же, как чувствует он. Вот об этом хотелось мне сказать. И, соответственно, Нарадамуни также пример того, кто дает общение другим. У него столько учеников. И какие странные эти ученики, какие разные эти ученики. То есть, он, знаете, такой мощный специалист как проповедовать сознание Кришны разным людям. Какие у нас есть ученики Нарадамуни? Самые такие жесткие. Вальмики, да? Вальмики. То есть, он был бандитом. Он был бандитом, он даже не мог сказать слово Рама. И он повторял Мара вначале. То есть, это же надо так вот. Мара значит смерть. То есть, так как он был убийцей, то сказать смерть его было не проблема. То есть, представляете, какой креатив Нарадамуни проявляет, да? То есть, надо же как-то спасать. Не случайно он с Аляшивой как-то вместе. У них, похоже, одна команда по спасению самого Паши с Господом Читани. То есть, вальмики, да? Из бандита превращают его в великого Муни. Кто у нас еще есть? Мригарий. Мригарий. Тоже был тот садист просто. Садист, который издевался над животными. Что с ним, как нашел для него, как ему проповедовал Нарадамуни, повторяя эту мантру, а что я буду есть, не переживай, я о тебе позабочусь. Тот поверил, принял все. Тот показал ему, что происходит, когда человек оставляет, да, он ему в первое, что он сказал, убивай животных. Представляете? Первое наставление, которое дал Нарадамуни этому мригарии, убивай животных. До конца. Ну, имеется в виду, что он их не добивал, они мучились, убивай животных. И у него появился интерес. Он говорит, а почему так надо делать? И потом уже дальше началась проповедь. Кто у нас еще есть? Грекасура, помните? Ты же тоже обратился к Нарадамуни. И Нарадамуни ему, он понял, что Харе Кришна не сможет пока. Он говорит, ну, тебе надо тогда шире поколеться. И тоже было благом для Врекасуры. В итоге он получил даршин Господа Кришны. Ну, Господа Вишны. Правильно? Вот это креатив. Кто у нас еще был? Кому он еще проповедовал? Дрови Махарадж. Мальчик с материальными амбициями. Маленький, но очень мощный кшатрий. Очень такой, знаете, целеустремленный, маленький, разгневанный кшатрий. И он нашел к нему подход. В итоге он говорит, очистившись, благодаря наставлениям Нарадамуни, очистившись, он сказал, что я искал осколки битого стекла. Это же прогресс. Кто у нас еще? Змея. Помните, змея проповедовал Нарадамуни. О том, что нужно раздевать хлебуки, если на тебя нападают. Но кусать нельзя. Как он проповедовал кому еще? Прочеты? Прочетам что он сказал? Отречение. Все, никакого вот этого вот этого вот этого вот этого все не надо. Вам нужно просто медитировать и все. Больше ничего. Не прочитай, я бы неправильно сказал. Сыновья там были прочиты? Прочетам Шива им проповедовал. А потом Нарадамуни. Да. А как там Садалашвы и Харьяшвы, Садалашвы, вот эти Дакши, сыновья Дакши. Он им проповедовал сразу отречение. Соответственно, Дакши Дакши он позволил сначала вылить гнев на себя. Иначе чтоб ну хоть как-то потом проповедовать получил благо. То есть вы видите, что Нарадамуни как идеальный проповедник, идеальный проповедник, он находил подход к каждым живым существам для того, давая им Садху Сангу. Учитывая их особенности, давая им Садху Сангу. Учитывая их особенности. Это такой очень мощный навык у проповедника. И с нашей стороны, о чем здесь можно медитировать, конечно же, без Садху Санги, без общения с Ваишнавами, которые покажут нам более высокий уровень, к которому нужно стремиться, высокий уровень сознания Кришны, к которому нужно стремиться, тем не менее, от нас тоже понимаете? То есть, чтобы не быть Врикасурой, да? Или там еще кем-то, кому приходится, может, совсем, может, непонятно, с какой стороны вообще давать сознание Кришны. Четраке тут точно так же, да? Когда к нему пришли мудрецы, он говорит, хочу сына, хочу сына, ну, 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 хорошо, вот тебе сын. Вот так пришлось зайти, вот с этой стороны. И потом, через какое-то время, когда был кризис у него, тогда он стал более восприимчив к Садху Санге. Так вот, смотрите, хотя без Садху никуда, тем не менее, у нас есть одна вещь, которая зависит от нас. Насколько мы готовы принять эту Садху Сангу? Правильно? Вот если человек, ну, вот мы вас таскаем здесь повсюду, к Садху, то есть мы со своей стороны, ну, как бы, мы стараемся. Но мы же не можем вас заставить, правильно? Все равно же как-то вот вы же свободные люди, мы все свободные люди. И мы можем, ну, как бы, вот открытым быть к тому, что нам говорят, с принятием к этому относиться, либо просто, ну, интересные мужики, хорошо говорят, ну, давай что-нибудь кино посмотрим. Ну, то есть, можно и так тоже. И тогда приходится объяснять, понимать, это благоприятно, картика, остольки грехов избавляетесь, жизнь пойдет, она наладится. Ну, то есть, приходится вот так вот про божественное говорить, да, как Сичанан Думахараш, помните, он пошутил, не пошутил, он так вот, он не знал, что мы там, кто мы там собрались, потому что мы ему разных людей переводим, он говорит, а вот тут вот как бы продевай надо, или это наши, или это наши. Здесь можно на полную открывать кран и рассказывать, как есть. Понимаете? То есть, все равно от нас зависит, насколько мы восприимчивы к тому, что говорит Садху. И мы можем завидовать Садху, да, потому что для материального эго, для ложного эго неприятно, когда кто-то нас превосходит. Правильно? вот он там сияет весь, или вот как-то вот он так, как-то вот, вот он, что-то вот, и вот больно становится. Это естественная реакция на старшинство материального ложного эго. При встрече с старшим происходит зависть, больно становится. А что это он такой? А как он такой? Он же там вот, ну вот, младше, или он старый, или он что-то. Ну, то есть, вот какие-то вот такие аргументы ум приводит для того, чтобы, ну, отринуть этого, отторгнуть этого. И в итоге, в итоге до нас не доходит то, что могло бы дойти. Поэтому, что зависит от нас, это быть открытым. Вот, насколько мы можем это контролировать, когда мы встречаемся с преданными, с ващнавами, у которых есть больше сознания Кришны, которые показывают нам перспективу, да, которые своим примером показывают нам перспективу. Закрываться не надо, объяснять, искать их недостатки, там, еще что-то. Вот, вот это, ну, это мы сколько раз сделали уже. Просто так, как-то внутри, смиренно сказать, я хочу принять то, о чем мне сейчас говорят. Кришна, помоги мне принять то, о чем мне сейчас говорят. Я хочу принять это сознание, которое по твоей милости проходит сейчас через этого человека, через этого ващнава. Вот, если будет такой настрой, то нам не нужно будет все эти долгие, хитрые пути, да, для того, чтобы до нас достучаться. Когда мы закрыты, тогда приходится тут, ну, придумывать, тогда уже креатив, проповедник включает креатив, уже начинает какие-то истории, и там, Кришна какие-то истории, чтобы вот, а цель одна, чтобы у нас просто открытость появилась, чтобы мы сказали, я хочу учиться, я хочу это принять, я хочу идти в этом направлении. Так мы можем сократить очень много жизни, даже может быть, даже не лет, а жизни можно много сократить, если у нас будет вот эта открытость. Итак, здесь Нарада Муни медитирует на игры Радхи и Кришны и здесь в этом месте он получил возможность личный опыт, личный даршин Кришны в Маткуре расе. Все равно он остался потом Нарада Муни, потом спрашивает, а как же так, он не поменял свою расу? То есть его основная раса это Нарада Муни, нигде мы не встречали, что Нарада Муни находится в Маткуре расе с Кришной, да, он остается в Дасе, в Дасе как слуга, вот это всегда есть. Но ему было интересно посмотреть на Кришну еще и в Матхури расе. И вот здесь он получил этот опыт. И главное, что я хотел донести, что Нарада Муни пример вот этой милости и в Айшнау. Как на уровне начала, когда он получил милость Бхакти-Виданта, получил садхана ситхи, да, вот, в конце концов, и потом достигнув совершенства, исполнить свою мечту, увидеть Кришну в Матхури расе, он тоже смог только по милости садху. Вринда Деви, Вринда Деви пролил эту милость на него. И также Нарада Муни пример того, как нужно проповедовать сознание Кришны, учитывая обстоятельства, уровень людей, которым эта проповедь направлена, как донести до них, учитывая их эти заслоны, обусловленности, которые вот у них есть, вот как найти каждому подход, чтобы дать ему сознание Кришны. И последний момент, для того, чтобы проповедникам не приходилось искать хитрые пути, для того, чтобы, как Шага Прабхупада говорит, внедрять в тупые умы материалистов в сознание Кришны. Это в комментарии, что Ухмады говорит такую фразу, она не для проповеди. Но такая фраза есть, что проповедник, это тот, кто ищет все новые и новые пути, как внедрить тупые умы материалистов в сознание Кришны. Вот чтобы проповедников было меньше работы, для того, чтобы нас как-то искать пути, то внутри надо включить режим принятия. Не зависти, не отторжения, а режим принятия, и тогда это легче будет нас проникать и мы сэкономим очень много времени, много жизни в своей духовной практике. Спасибо вам за внимание. Харь Кришна! Харь Кришна! Харь Кришна!